Дорогие украинцы, я поражаюсь, как вы можете Петру Порошенко кровавому верить? Каждый день это его вранье, каждый день это кровь. Неужели вы эту тварь будете еще терпеть долго? Уже ж надо как-то задуматься. Вы посмотрите, насколько он брехливый. Вот он заявил, что он, видите ли, на Майдане спасал раненых и под пулями стоял. Да эта тварь свою тень боится. Вы не представляете, если он почувствует, что завтра ему политическая смерть придет, как он будет бежать и где его будут тапочки. Эта тварь сегодня льет кровь, убивает Донбасс, убивает ту сторону Украины. Я рекомендую посмотреть этот маленький видеосюжет. Я его сейчас именно для вас отвечаю. Я из этих героев, пять лет назад, додалися новые имена. Реально пять лет назад. Мой день начался с того, что я вошел в Мариинский парк. Шел до Верховной Ради. Это было 9 часов. Побачил по братину из 14 сотни самообороны Майдана. Зупинился. Поговорил. Они вернулись к мне за помощью, чтобы по ним стреляют. Прошел 150 метров. Более фонтани была расширена цепь беркотов, которая с помпой вооруженной стреляла в людей. Так началась найбільш провала сторінка нашей революциональности. Уже через 15 минут было 11 поранених на моих очах. Через полтора часа трое загиблих. Яких мы намагалися донести до будинку офицеров. Ци хвилини, цей день, я запамятаю на все життя. И все люди, наши думки, будут постоянно повертаться в найграгичнейшие дни революции Гідности. Не было его там. Он-то войны на самом деле боится. Помните, когда его сын был типа на войне? Вот вам и ответ. Это самая брехливая на белом свете тварь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова